Алло, добрый день, доставка суши? Мы у вас сделали заказ суши, у меня несколько вопросов есть по нему. Можно с вами пообщаться? Всем привет! Вы на канале Покашеварим, это воскресенье и это обзорище. Я искал информацию про довольно известную компанию, которая называется ЙО Воскресательный Знак и что-то там суши и что-то еще, короче. Эти ребята занимаются изысканной японской кухней, они находятся где-то на автозаводской в галерее Стрит, по-моему. Я хотел просто почитать про них, потому что есть планы туда заехать. Кстати, пишите, интересно или нет, там, ну, неважно. В общем, если знаете, кто знает, тот поймет. Но наткнулся я на компанию, которая называется тоже ЙО. Называется она Суши ЙО. Не ЙО-ЙО Суши, на которой у нас был обзор, и они были весьма достойны. А Суши ЙО. И тут начались какие-то, вот серьезно, наверное, такого обилия каких-то приколюх и странностей у меня не было ни в одной доставке. Первое. Они начинают работать с 11, я заказ сделал в 10.50, но в 11.20, в 11.25 мне никто не перезвонил, а позвонил я. Сказал, а заказ-то есть? Мне сказали, здрасте, Дмитрий. То есть, я единственный, судя по всему, заказчик у этой компании. И голос девушки, которая со мной разговаривала, был немножко такой прифигевший. То есть, ну, такое складывалось ощущение, что для них этот заказ, это вообще капец, какая неожиданность. Ну, это ладно, окей, они мне не перезвонили, но в голосе девушки читались какие-то сомнения, что они справятся с заказом, который там в итоге набрался на 5 тысяч рублей. Ну, то есть, общение оператора, оно было крайне, скажем, непрофессионально и вызывающее сомнения в качестве продукта, который мне в итоге привезут. Это очень странно. Я давно такого общения не был. Мы, к сожалению, не записали. То есть, вы поняли, о чем, поняли бы, о чем я говорю. Опять-таки, абсолютно приятный голос, нет вопросов к девушке, но с точки зрения работы оператора, это просто ужасно. Потом доставка. Доставка, мне сказали, будет, то есть, я в 11.20, в 11.25 с ними созвонился, мне сказали в 14.30. Говорит, что так долго? Говорит, постараемся за 2 часа привезти, окей. Ну, то есть, для них явно это не какая-то потоковая тема, хотя, несмотря на то, что даже вполне неплохо оформлен сайт, по сайту отдельно расскажу. По сайту там отдельные приколюхи, про которые надо поговорить обязательно. В общем, ладно, ребята, по ходу дела еще какие-то будут моменты вспоминаться. Мы сейчас ждем, обещали за 2 часа привезти. Черт его знает, что за компания, что они там готовят. Хрен его знает, 2 часа ждем. Короче, привезли нам за 2.5 часа. Я не знаю, ну, то есть, это должна быть и литочка для того, чтобы люди ждали столько времени. Короче, ладно, давайте пару приколов еще, да. Мы сейчас попробуем всю еду. Нам торопиться некуда, у нас холодная пицца, у нас полухолодные остальные продукты. Вот эта грязная, грязная, поцарапанная, пыльная карточка. Знаете, что она дает? Она дает 50% скидки. Вспоминается один из обзоров, где тоже одна доставка позиционировала себя, как обычная доставка. Что-то там студия лепки роллов, короче, была. Помните такой обзор? Если не помните, вот здесь будет ссылочка. Там такая же тема. Там девушка-оператор сказала, а вы что нам звоните, и у вас нет никакого купона? Вы не купили купон на сайте купонов? Нет, мы не покупали купон на сайте по покупке купонов, блин. Вот такая скороговорка. И она сказала, окей, тогда давайте сделайте это сейчас, и мы вам привезем за нормальные деньги. Здесь та же самая абсолютная история, только такая штука другая. Вот я понял, что все удивление девушки, все странный наш с ней диалог, он был обоснован, знаете, чем? Тем, что девушка не могла понять, какого хрена нашелся клиент, который купил за нормальную цену их продукцию. И она, наверное, в конце уже, когда подтвердила заказ, и обрадовалась, что кто-то купил их продукцию по цене, я извиняюсь. Ну, давайте, для примера, Филадельфия, 440 рублей Филадельфия. Сейчас мы посмотрим эту Филадельфию. И предложила мне вот эту карточку. 50% скидка на всю меню. То есть, в принципе, эти ребята работают в полцены от того, что есть. Можно назвать этих ребят дисконт-доставкой, но об этом ты узнаешь после того, как заплатил почти 5 косарей. Хотя скидку на первый заказ 10% она мне дала. Спасибо, хоть на этом сэкономил рублей 400. В итоге, вот такое небольшое количество продуктов мне обошлось. 4 тысячи... ну, 4,5 давайте округлим. 4,5 тысячи рублей. Ребята, вот это суп. Начнем с него, потому что он горячий. Он называется острый кислый с курицей. Остро-кислый. Вот он нарисован у них на сайте, а вот он по факту. Вот здесь какой-то красный суп, а здесь какой-то мисо-суп с лапшой, блин. Ребята, мисо-суп с лапшой. Он и пахнет, как мисо-суп. Тем не менее, курица, тем не менее, лапша, тем не менее, грибочки и шиитаки, да? Тофу и... Давайте признаемся, что это нажористо. То есть, здесь много всего. Стоит он 340 рублей в стоке. 50% считайте сами, да? 170 рублей бы он стоил, если бы вы были не такой дурак, как я. Ну, давай попробуем этот суп. Так, я сначала бульончик и жахну. Но это, блин, очевидно, просто острый мисо. Прям вангую. Это острый мисо-суп. То есть, это мисо-суп, но острый. Все, все, ребята. И плюс накидано в этот мисо-суп, конечно, довольно много ингредиентов. Тут я не могу ничего сказать. Он действительно кисло-острый. Он неплохой, потому что сделать плохой мисо-суп вообще не знаю, как можно. Мисо-паста, она, мне кажется, везде одинаковая. Сколько раз ел, плюс-минус очень похоже все. Ну вот. Грибочки, курица, лапша. Тем не менее, это, пожалуй, съедобно. Это, пожалуй, съедобно, и это даже может быть вкусно. Я, в принципе, люблю мисо-суп. Вот этот аромат мисо-пасты, мне он нравится. Учитывая, сколько здесь начинки... Фу, слушай, хорошо острый. Хорошо острый. Учитывая, сколько здесь начинки, за цену в 170 рублей, опять-таки, если не дурак, да? Это можно купить. Это можно купить и, в принципе, довольно неплохо наесться, плюс более-менее получить удовольствие по вкусу. Никакого негатива относительно этого супа я сказать не могу. 33-сантиметровая пицца 4 сыра. Выглядит вот так вот. Никакой подложки нету. Вот такое вот пирожковое тесто. Здравствуйте. Это единственный или один из двух продуктов, где есть вес. На сайте заявлено, что 575 граммов должна весить эта пицца. Мы проверим, она прилипла. Ой, блин, твою ж. Так. Я не вижу вес. Дим, на тебя весь расчет. Сколько там? 64. Нормально, смотри, по весу соблюли. Я предлагаю от этой жирной коробки отказаться. И прямо вот в таком виде и смотреть. Выпекается на решетках. Дно не пропечено. Само тесто, в принципе, не поймешь, потому что оно жирное. Оно жирное. Ну, это свойство, конечно, сыров, которые сверху. Но, опять-таки, вот при всем, ну, очевидно, читаемом негативе у меня сейчас, да, как бы, потому что я ждал 2,5 часа и прочие приколы. Я бы не сказал, что тут меня очень все разочаровывает. Тесто, да, такое, как возят 90% доставок, убогое тесто. Но, тем не менее, начинка, смотри, оранжевый чеддер. Тут дорблю, я не думаю, что горгонзола. Тут запах идет довольно сырный от этой пиццы. Несмотря ни на что. Да, пузыри они не прокалывают. Но, вот они, пузыри их прокалывать надо, чтобы не стекала начинка. Так Гриша учил. Но это не выглядит отвратительно. Давай посмотрим. Вне всяких сомнений. Это пицца. Ну, даже можно в кавычки не ставить. Все-таки, давай называть это пиццей. Потому что у нас были примеры, там, вообще совершенно убогие, где лепешка с сыром называлась пиццей. Нет, это пицца. Это не какая-нибудь фокача. Эта пицца не стоит ни в коем разе 765 рублей. Тем не менее, по количеству начинки на этой пицце и качеству, скажем, сыров, которые здесь накиданы, я не могу сказать, что я сильно обламываюсь. То есть, я чувствую сырный вкус. Я чувствую горгонзолу. Классный чеддер. Судя по всему, там, пармезанчик еще накидан для вкуса. Пицца белая. То есть, тут нет никакого соуса, как там в Папа Джонс кладут красного, да? Попытались сделать пиццу 4 сыра. Тесто чуть не пропечено все-таки. Это не противно. Это вообще далеко не топовая пицца. Это даже не средняя пицца 4 сыра. Но это не противно. Это нормальная такая пиццочка, как бы, ну, все. Про нее больше сказать нечего. По сырам вопросов нет. По тесту есть, по цене есть. По цене тут ко всему есть вопросы. То есть, если это заказывать, как я... Вообще, а какого хрена? Какого хрена я должен вспоминать про какую-то дисконтную карту? Что она, во-первых, вся такая из себя нечистоплотная. Почему я про нее должен вспоминать, если мне ее дали, как бы, ко второму заказу? Я купил за полную стоимость. Я купил за полную стоимость. Я буду обсуждать полную стоимость. Идите нахрен. Это острый горячий ролл с крабом. Написано с крабом. Ну, на что я надеюсь, да? Стоит он 410 рублей. За 410 рублей он мог бы быть и с крабом, в принципе, да? Но здесь даже не надо вглядываться. Мы видим здесь крабовую палочку, которую даже не пытались... Не пытались каким-то образом сныкать. Ну, такой вот жирный, поджаренный ролл. 410 рублей. Давай попробуем налить соевый соус, а? Вот нам дали много плошечек, смотри. И нам дали соевый соус. Вот в таком вот виде. Ребята, когда уже перестанете давать соевый соус? Вот в таком вот виде, блин. Как я должен это все наливать сейчас? Мне просто любопытно. Я вообще ни на что не намекаю, но мне это чертовски неудобно. Давай попробуем не обляпаться, да? Не-не-не, нормально налилось. Смотри, налилось. Потом мне надо его поставить, не уронить. Взять эту плошечку, не уронить. Все, блин, ну вот. Ну вот, ребят, что происходит, когда ты один и пытаешься все это как-то делать. Соевый соус, кстати, не отвратный. Вполне себе. Вкусненький такой, не пересоленый, что хорошо. Давай попробуем это чудо. Дешманские палки. Переваренный рис. Жирнющая панировка. Вкус, который доминирует над всем чем угодно. Это проблема не конкретно этих ребят. Это проблема вообще всех этих роллов. Поэтому я не очень люблю, честно говоря, вот эти вот тембурные роллы. Вот. Если вы называете ролл с крабом, ну имейте совесть хотя бы положить дорогие крабовые палочки, у которых будет структура, у которых будет хоть какой-то вкус. И в которых будет содержаться хотя бы, блин, треска. Это самые дешевые палочки, которые использовали куринки, используют всякие суши рядом, вот это дно днищенское, которое, не знаю, до сих пор они существуют или нет. Все эти дисконт доставки, которые, ребята, вы можете 10 раз быть дисконт доставкой, но я про вас буду говорить как про полнейшее дно, потому что делать из продуктов, из которых можно сделать нормально, делать, ну, ну это просто, я не понимаю, как это можно сделать. Не, есть автомобильные некоторые заводы, которые из тех же железяк делают. Ладно, ну не будем вспоминать, поддержим отечественного производителя, так сказать, не будем упоминать суи. Но это та же самая история, то есть рис, там, сливочный сыр, рыба, сделай нормально. Сделай нормально. Нет, мы будем делать дерьмово, но мы назовемся дисконтом, чтобы к нам не было претензий. К вам претензии есть, вы рукожопы, которые, там, которые возят грязные карточки. Все, блин, у меня больше слов нет. Ладно, давай что-нибудь попробуем. То, с чем, скорее всего, не будет особых проблем, вот, например, мясо в кисло-сладком соусе. Что это вообще? Окей, 300 с чем-то там. Увес соблюли. Так, это курица в кисло-сладком соусе. Даже, смотря на их сайт, ты понимаешь, что курица в кисло-сладком соусе, ну, в таком китайском стиле, она должна быть в панировке, как меню. Но хотя бы она должна быть в крахмаре, пожаренная во фритюре с добавлением кисло-сладкого соуса, а не вот это вот, я извиняюсь, вареное с... Это куриная вареная грудка, которую вы варите для своего салата, блин, какого-нибудь столичного. И вот куча, вот, куча, куча вот такой вареной курицы, отвратительно выглядящей. Болгарский перец, и там жирный какой-то, смотри, прям, прям жир плавает, ты видишь? Нет, ну, я не приди... Ну, ребят, ну, я не придираюсь серьезно. Ну, это просто, это просто какой-то булькающий жир, ты понимаешь? Это не соус, а тупо масло. Масло, масло, как говорит Влад Валакас. Знаете его? Или Валакас. И даже ананас, смотри, ананасы добавили. Давай попробуем. 400 рублей это стоит, 400. Ну, кстати, по факту неплохой соус получился. Оправдать это блюдо можно несколькими моментами. Опять-таки, ну, ценой в 50%, окей, если бы это стоило 200, это было бы годно. Но оправдать то, что меня вводят в заблуждение, неважно, какая цена, это оправдать невозможно. Если на картинке нарисовано, я уж не говорю про то, что тут там зелень, брокколи, что-то там, куски лайма. Но курица видно, что в панировке, понимаешь? Вот эта классическая, классическая китайская кухня, да, либо в кляре яичном, или как минимум в крахмале, это все обжарено во фритюре, и потом уже добавлено в кислый соус. У меня есть такие рецепты на канале, пробуйте, делайте. Вот это, вот это, честно говоря, бесит, потому что я жду одно, мне приезжает другое. Да, кисло-сладкое, описанию соответствует. Есть курица, есть болгарский перец, есть соус, который действительно кисло-сладкий. Де Юра соблюдено. Де-факто это просто другое блюдо, понимаешь? Это вареная куриная грудка дешевая, с покупным кисло-сладким соусом, который вот в любом пятерочке, в перекрестке покупают этот чили соус. Вот на базе него сделана вот эта штука. Съедобно? Съедобно. Обломался я? Да, обломался. Потому что я не этого ждал, тупо. Вот как вот так доставки могут работать? Я не понимаю, где, то есть, ну, фотка, очевидно, не их. Хотя на них, у них на сайте стоит ватермарк вот этой компании, понимаешь? Что это они, типа, отфоткали. Я не предвзят заранее. Нет, серьезно, я, когда заказывал, я зашел на сайт, и мне понравилось, как выглядит сайт. Там тоже есть, конечно, приколы, ребята. Но первое впечатление нормальное. Брендик такой свежий, хороший, черно-салатовый, что-то такое. Довольно любопытно. Вроде бы сайт такой, там, смотришь, фоточки, что... Нормально выглядит, нормально выглядит. Но потом погружаешься, конечно, там начинается, что там, выбираешь какие-нибудь гунканы, там, 10 видов гунканов, а фотка одна и та же гункана. Выбираешь какую-нибудь лапшу, там, 10 видов лапши, а фотка одна и та же лапши, там. Ну, я, к примеру, сейчас вы видите, вот мы там наскринили кое-чего. Ну, то есть одно и то же. Они даже отфоткать меню не смогли, понимаешь? Отфоткать меню, это, во-первых, не дешево, во-вторых, долго. И надо все это приготовить, чтобы отфоткать. Я это понимаю прекрасно. Ребята не на этом решили зарабатывать, а на том, что сделали яркий сайт, на который как-то люди случайно попадут вроде меня, пока будут искать нормальную какую-нибудь компанию. Давайте прикольнемся по Цезарю. У него, кстати, тоже есть вес на сайте, 200 граммов, а тут 300. Ну, за счет перевесов, конечно, конечно, все это хорошо. Давай. Ну, очевидно, что это неудобная плошка, да? То есть они пожарили на сковородке сухарики, понимаешь? Собрали салат и посыпали сыром, который растаял. Знакомьтесь, это новый вариант Цезаря. Это запеченный Цезарь называется. Посмотри, это мокрые сухари уже все. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Пекинская компуста. Ай, я такого не видел уже сто лет, ребят. Вот описание, вот прямо вот здесь. Я не знаю, видно, не видно. Салат Айсберг, сыр пармезан, помидоры, соус Цезарь, куриная грудка, сухарики. И первое, что нам бросается в глаза, это, конечно же, салат Айсберг. Вот так вот выглядит салат Айсберг, понимаете? То есть это не пекинская капуста. Нет, ребят, ни в коем случае. Это салат Айсберг. Ну, просто в каком-то особом йо-мире, видимо. Нарезанный этот убогий помидор. Вымокшие сухарики. Твою мать, это что за месиво. Вы мне хоть 400 граммов, хоть полкило положите, но это не Цезарь. Это реально просто какая-то помойка. Я человек отчаянный, я буду пробовать, конечно. Тут не так критически страшно, как было в суши рядом. Я сейчас поел сухариков. Вот представьте губку для мытья посуды. Просто нарежьте ее на кубики и каждый этот маленький кубик окуните в растительное масло и отпустите его, чтобы он впитал масло. И потом в рот это все. Причем жареное такое масло, в котором хорошенько недавно жарилось что-то другое. То есть я сейчас съел много масляных губок. Когда сухарики только поджаренные, хрустящие, ты их можешь поесть и в принципе даже не обратить на это внимание. Но когда они вымокли, они стали вот этими дур... Я просто... Да, я не могу, я не могу. Это отвратительно. Это отвратительно. Пекинская капуста отвратительна. Помидоры отвратительны. Куриная грудка мягкая, кстати. И там была мягкая грудка, и здесь куриная. Вот респект. Куриную грудку умеют готовить. Но в целом это не салат. Я подожди, сколько он стоит в стоке? 480 рублей. Ребят, вот это вот месиво с промасленными губками хлебными стоит 480 рублей. Не, ну давайте поговорим. Хорошо. Вот это месиво с промасленными хлебными губками стоит 240 рублей. Стало легче? Вообще не стало легче. Вот эту дрянь, вот эту дрянь, которая еще была подогрета рядом с горячими блюдами, салат. Вот эту дрянь не за 280, не за 100 рублей, не даже если мне доплатят, я не возьму. Я про соус не буду, окей? Про соус я не буду рассуждать. Про соус не скажу ни слова. Просто нет. Просто это уходит вот куда-то туда вот. Не буду говорить куда. Потому что еду плохо выбрасываю. У меня есть подозрение, что мне еще в подарок дали Калифорнию. Дареному коню, конечно, в зубы не смотрят, но повторюсь, мы смотрим в зубы всему, что нам привозят. То есть вот это, судя по всему, подарок. Действительно, мне, как идиоту, который купил за 5000 рублей вот это все, мне подарили еще немного вот этого всего. Здравствуйте, Калифорния. Ну, чтобы вы понимали, мы Калифорнию тоже рассмотрим. Калифорния у них состоит из риса, опять этих дешманских крабовых палочек и огурца. Авокадо там нет. Из чего состоит обычный ролл с лососем? Он состоит из лосося. Лосось бледный, такой же, как и на ролле Филадельфия. Сейчас мы это посмотрим. Тем не менее, мы это, конечно же, будем пробовать. У меня нет желания, но я буду это делать, ибо у меня такой канал. Лосось шняга. Вообще, даже давайте не будем, наверное, пытаться там что-то найти какие-то плюсы. В принципе, съедобные вот эти вот роллы. Маленькие. Нет лосося, есть лосось. Так, ну давай попробуем вот эти дешманские крабовые палочки. Я попробовал и вот это вот, как называется, сяке, по-моему, да, короче, ролл с лососем и Калифорнию с дешевой крабовой палочкой. И дабы резюмировать это, я могу просто процитировать себя еще раз. Это ролл с плохим лососем и Калифорния с дурацкой крабовой палочкой. При этом рис не сварен плохо. Рис не сварен настолько плохо, чтобы его можно критиковать. То есть, тут хотя бы рис можно есть, он даже заправлен как-то более-менее адекватно. Но дешевая крабовая палочка, это дно. Безвкусный, абсолютно безструктурный лосось внутри вот этого ролла. Это тоже дно. Съедобное это? Да, пожалуй, нет. Серьезно, ребята, уже, ну, по крайней мере, в моем мире, когда я уже перепробовал столько разных доставок, что вот у меня, мне проще в суши-стор заказать. У меня на районе есть, скажем так, у меня на районе нет ничего абсолютно, но у меня есть всегда Тануки, где дорого, но всегда привозят более-менее то, что мне нравится, но дорого дико. Есть дешевле суши-стор с их Excel меню, которые тоже косячат. Вот, кстати, недавно у меня был буквально там, я выложил пост, мне заказал в суши-стор, мне привезли, блин, довольно свежий лосось, все так хорошо выглядит, и реально вкусно. Я поел, мне вкусно, все хорошо. Сказал респект суши-стору в инстаграме. Подписывайтесь на мой инстаграм, кстати, он в описании. Там периодически, там, бывает то, что вы на канале не видите. Спустя какое-то время, там, неделю, типа, я заказал еще раз суши-стор, и привезли просто, ну, просто, ну, наедитший лосось, который я видел в своей жизни. Я аж не ожидал. Дорогие суши-стор, я вас недавно хвалил, но то, что мне сегодня привезли, это просто дичь. Это просто дичь. Что с лососем? Вот здесь вот лосось такой же, на уровне суши-стора, из недавнего инстаграма. Подписывайтесь на мой инстаграм. Ха-ха, вот такая неожиданная интеграция. Так, ладно, у нас еще что-то тепленькое есть, помимо, помимо липтона, он, ну, он теплый, теплый. Облепиха по-русски. Хотите, скажу, сколько стоит липтон? 22 градуса, если вы не видели. Я скажу, сколько стоит липтон. 180 рублей. Вот эта 0,6 баночка стоит 180 рублей. Да даже 90 рублей. Это как, ну, блин, все. Это, ребята, удон с курицей. И мы его не доставали даже из пакета, потому что она все грязная. Так, что-то 300 с чем-то, да? Но он должен 230. То есть по весу, по весу, ребята, соблюдают. Ну, что сказать, внутри, здравствуйте, та же самая куриная грудка. Блин, они везде ее. В салате Цезарь она, в курице в кисло-сладком она, здесь она, тот же самый болгарский перец. То есть все одно и то же у них, смотри. И лапша-удон. И лапша-удон. Я не знаю. Многие мне скажут, что ты придираешься, посмотри, сколько тут курицы навалено. Ну да, тут половина куриной грудки есть. Есть половина, скажем, половины половины куриной грудки. Куриную грудку я это уже пробовал. Я хочу начать с лапши. И очень какой-то кислый соус. То есть это не терияки никакой. В общем, какая-то кисловатая заправка. Очень похоже на терияки. Но как бы не до терияки. Мягкая куриная грудка. Нормальная суваренная лапша. Чуть-чуть странный соус. В целом съедобно. При том, что странно. Мне довольно сложно сейчас судить о еде в этой компании. Абсолютно точно это еда гораздо ниже среднего уровня. Даже средний уровень. Это ближе, конечно, к дну нашего рейтинга будет. Очевидно, абсолютно. По всем параметрам. Но опять-таки, то есть это съедобно. Это можно съесть. У меня нет ощущения опасности, тревоги какой-то, как это было в суше рядом, в куринках и прочее. Где вонял. В куринках же вонял там салат. Куринка, кстати, больше не существует. Я хотел тут перетестить, ребят. А их нет больше, е-мое. Ну, слава богу, все. Туда и мы дорога. Глядишь, и с этими ребятами увидятся через некоторое время. Это роллы, уже за которые я платил. Это не подарок. Омлет. Блин, вот смотри, а здесь с рисом вообще задница. Это каша из детского сада тупо. Тот же самый лосось. Так, этот ролл называется... Я ничего не взвешивать не буду, потому что они не маленькие. То есть они не маленькие, не большие. Они нормального размера. Нет смысла взвешивать. Да, тем более цен нету у них веса на сайте. Это называется ролл Окинао. 460 рублей он стоит. Судя по картинке, там еще должна быть зелень. Судя по картинке, там должен быть угорь и лосось. Угорь и лосось есть, но зелени нет. Ну вот так вот, так вот, пожалуйста. Так это все и выглядит, да. И у меня еще в заказе был ролл, который называется Самый Маки, тоже в омлете. Мне его не дали. Давайте начнем вот с этого ролла в омлете. Огромное количество липкого риса. Малое количество сыра. Убогий лосось. Блин, твою мать. Давайте им позвоним. Алло, добрый день, доставка суши. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы у вас сделали заказ суши. У меня несколько вопросов есть по нему. Можно с вами пообщаться? Да, конечно, конечно. Вопрос такой. Мне, во-первых, не доложили один ролл. У меня был в заказе Окинава ролл и ролл Самый Маки, вот Окинава у меня лежит, а Самый Маки я почему-то не вижу у себя в заказе. И Спайси, я насколько вижу из своего заказа на сайте, я заказывал по две позиции, а мне привезли по одной позиции почему-то. Одну секунду, сейчас еще раз. Подниму ваш заказ. Давайте. Да, вы заказывали Самый Маки, его не положили, да? Да. Посмотрите, пожалуйста, а в накладной есть Самый Маки? Да, мы накладной что-то пытались найти, куда-то выкинули ее. Ну, если найдем, то что там, может его не быть? То есть вы могли не положить неурядами? Разве? Да, видимо, оператор, потому что я открыла вашу накладную, и ролла Самый Маки в накладной нет. Пропущена позиция. Ладно, а скажите, а можно немножко, я в шутливой форме у вас спрошу, у вас повара тоже поломались, что ли? Сегодня нет. Что случилось? Если у вас какая-то позиция называется скрабом, она почему скрабовыми палочками, вот, например. Друзья мои, это только начало, давайте полную версию разговора, если хотите, в самом конце ролика можете послушать, если вам интересно, после выставления баллов. А пока продолжим, чтобы не терять времени. Канада, смотрите, худо-бедно, но Канада полита каким-то... Ну ладно, окей, все, мы к попкам придираться. Полита соусом унаги. Тонкий, но все-таки кусочек угря. Но тонкий, но кусочек угря. Но вчера. Завтра будет толстый, но дороже. В общем, вот такая вот Канада. В стоке стоит эта Канада, не побоюсь этого слова, 440 рублей, но как бы, если 220, то ок. Я после разговора с оператором, конечно, чуть добрее стал, потому что девушка так пыталась и выглядеть. Давай попробуем. Унаги помог этому роллу. Он весьма съедобный. Внутри тот же самый убогий лосось, но снаружи абсолютно стандартный угрь, который у любой доставки будет приблизительно одинаковый. То, что они вот в таких упаковках, завакуумированные, в соусе унаги. Вот это съедобно. Это съедобно. Это съедобно, потому что тут не чувствуется лосось, тут особо даже не придираешься к рису. То есть вполне нормально. Вот опять-таки, вот я не хотел этого, но если представлять, что это стоит 220 рублей, то да. Если представить, что это 440 рублей, то о май гады был, нет, только не это, только не это Канада за 440. Ладно, ну давай, у нас еще есть Филадельфия. А, про сливочный сыр, если хотите слышать, ну, вы думаете, там какой-то люкс сыр будет? Да нет, ребят, не надейтесь. Сыр тут сливочный. Какой сливочный сыр себе? Филадельфия, ну, давай лосося посмотрим. Давай, окей. Как минимум, этот лосось не выглядит испорченным. Это хорошо. Но он выглядит, конечно, абсолютно убогим, пастообразным, неволокнистым. Вот таким вот лососем. Это лосось, который очень-очень-очень жестко был заморожен. Ну, а внутри все довольно стандартно, то есть огурчики, сливочный сыр и рис. Ну, на самом деле, лосось и так замораживают для того, чтобы его нарезать. Чтобы его так нарезать, ты не нарежешь свежий лосось. Он у тебя просто по волокнам разойдется. Вот. Его все равно надо, конечно, подморозить. Поэтому там сказать, что замороженный лосось, это прям вообще дикий зашквар, это, конечно, не так. Но есть понятие замороженный, а есть понятие перемороженный. А иногда есть понятие лосось замороженный дважды. Вот это было в суши-сторе, блин. Я отвечаю, что там именно вот эта тема, что там бедный лосось туда-сюда, короче, то жарко, то холодно. В общем, ладно. Офигенный огурчик. Ммм. Ммм. Изумительно вкусный огурец. Ха-ха-ха. Серьезно. Ну, то есть, я сейчас не стебусь. Реально очень классный, свежий, хрустящий огурчик. Разговор с оператором, конечно, мне немножко, как сказать, исправил настроение. Но не настолько, чтобы я эту Филадельфию за 440 покупал. Но, в принципе, настолько, чтобы я эту Филадельфию покупал за 220. Не супер вкусная вещь. Абсолютно, ребята. Тут вся еда на 3 с минусом. Давайте признаемся. Вопрос цены. Конечно, с дисконтом это вполне съедобно. Потому что и без дисконта тебе в таком качестве привезут 90% доставок. Вот именно с этим лососем, с таким же сваренным рисом, хотя рис сварен неплохо, я повторюсь, то есть, не прям каша. Все-таки нормально, да? Не идеально, но нормально. Ой, заговорил я про дисконт. Виталию обаяли, скажем так. вот, конечно, не топ, блин. И тут у нас два спайси угря. Блин, ну так прям такими кусками угря нарезать, это странно. За кожу, конечно, спасибо, благодарю. вот для гребешка, конечно, заморозка убийственна. Свежий морской гребешок, он, он свежий морской гребешок, замороженный, конечно, уже не то. Но, тем не менее, что хочу сказать, не отвратительный спайси соус, он, знаешь, вот мы, Юме, да, недавно был обзор на Юме, кто не помнит, посмотрите, ссылочка будет здесь или в описании к ролику. Значит, там было абсолютное дичь с этими гунканами, был острейший какой-то соус негармоничный и это было ужасно. Здесь довольно гармоничный спайси, он не слишком острый, он, в принципе, довольно вкусный, то есть, там чувствуется даже чесночок какой-то из соуса шри рача, видимо, вот, то есть, это довольно съедобно. Опять-таки, помножив это все на более-менее нормально сваренный рис, это становится съедобным, ну, конечно же, опять-таки, не за 120 рублей и, конечно же, безусловно, жевать кожу и замешивать кожу, я извиняюсь, ну, если бы вы ее нарезали мелко, как обычно это делают в гунканы, я бы не заметил, но целый шмат кожи оставлять вот такой вот, ну, это, это что-то за гранью, серьезно. Друзья мои, давайте выставим оценки этой доставки, хотя я полагаю, что вы и так все поняли. Первое, это цена, ну, вот как, то есть, как мне к этому относиться, это компания одного заказа, у них на сайте, я что-то сейчас пока листал, смотрел, у них на сайте есть отзывы, блин, ну, я, я, конечно, поржал, там люди пишут, прекрасная кухня, прекрасное обслуживание, доставили вовремя и прочее. Это, конечно, не относится к этой компании, я, вот, давай, если говорить про цены с дисконтом, то это, конечно, цены очень даже адекватные, это цены более чем адекватные. Опять-таки, если закрыть глаза на качество, да, вот, взять, одеть шоры и смотреть только на цену, то вроде бы она адекватная. Если брать цену изначально с сайта, то это, она неадекватная, она неадекватная даже по рамкам среднерыночным, да, то есть это дороже Тануки, а Тануки это ресторан. Вот, давайте начнем с этого. Короче, я поставлю, ну, давайте все-таки, наверное, этим ребятам не будем прям ставить ноль, поставим три балла, как бы, что-то такое среднее, типа, это будет норм. Вкус-качество. Я извиняюсь, я ставлю единичку, я ставлю единичку, за что? За то, что, как минимум, я, слушайте, я не хочу это объяснять, ну, серьезно. Соответствие, соответствие, я поставлю два балла, эти три балла, которые я снимаю, снимаю, из-за того, что на сайте указана одна информация, по факту приезжает другая информация, но приезжает, по крайней мере, по крайней мере приезжает, вот, поэтому два балла, сервис. Ну, по сервису я тоже могу поставить кое-какие баллы, то есть тут явно не ноль, как минимум, у нас есть палочки, у нас, кстати, нет салфеток, окей, у нас есть палочки, у нас есть куча имбиря, своего соуса, там это все в достатке, ну, то есть поесть ты как бы сможешь, и даже есть плошки, в отличие, например, от ресторана Юме, элитного японского ресторана Юме, который даже плошек не приложил, вот, поэтому какие-то баллы мы им ставим, ну, за скорость, сами понимаете, да, тут определенно ноль, потому что это очень долго, это капец, как неправильно, если говорить вообще с момента заказа, ну, окей, даже не с момента заказа, а с момента открытия компании, с 11 часов утра до того, как нам привезли, фактически нам везли 3 часа, 3 часа везли, это капец как, это даже минус можно ставить, температура, ну, опять-таки, 1 балл они получают за то, что теплый вок более-менее был, теплый темпурный ролл, при этом холодная пицца, теплый напиток и прочее, ну, и я думаю, ни у кого не возникает вопросов, ставлю я лайк, или не ставлю лайк этой компании, буду ли я там еще заказывать, конечно же, нет, конечно же, я не могу, не хочу, и не буду советовать эту компанию вам, их можно советовать только в одном исключительном случае, если, да ни в каком не надо случае советовать, я не хочу, чтобы мои зрители, вот, даже те, которые, не знаю, ну, студенты меня довольно много смотрят, ребят, я понимаю, что у вас там стипендии, иногда хочется роллов, но, серьезно, лучше потерпите 2 стипендии, купите хороших роллов, вот, как-то так надо это, понимаешь, чем купить вот здесь, это не стоит того, в общем, 29 баллов, Суши Йо, набирает, в нашем рейтинге, и очевидно, что они где-то в самом низу будут, тут вместе с Суши рядом, куринками, еще там пару компаний, таких, такого же уровня, рейтинг на сайте, покашеварим.ру, можете заходить, смотреть, оставлять свои отзывы, если вдруг так сложилось, что вы сталкивались с этими ребятами, можете по ним написать отзыв, хотя я сомневаюсь, конечно, вот, в общем, заходите на сайт, там рейтинг всех доставок, можете фильтровать, выбирать, что хотите, там все будет нормально. Все, друзья мои, спасибо, что посмотрели, подписывайтесь на инстаграм, напоминаю, потому что только там вы можете узнать, что Суши Стор иногда возят очень круто, а иногда очень плохо, вот, всего вкусного, до свидания, до следующего воскресенья, пока. Мы у вас сделали заказ суши, у меня несколько вопросов есть по нему, можно с вами пообщаться? Да, конечно, конечно. Вопрос такой, мне, во-первых, не доложили один ролл, у меня был в заказе Окинава ролл, и ролл с самой Маки, вот Окинава у меня лежит, а с самой Маки я почему-то не вижу себя в заказе, и Спайси, я, насколько вижу, из своего заказа на сайте, я заказывал там по две позиции, а мне привезли по одной позиции, почему-то. Одну секунду, сейчас еще раз, подниму ваш заказ. Давайте. Да, вы заказывали саму Маки, его не положили, да? Да. Посмотрите, пожалуйста, а в накладной есть саму Маки? Да, мы накладной что-то пытались найти, куда-то выкинули ее, но если найдем, то что там, может его не быть, то есть вы могли не положить, не уведомить его, разве? Да, видимо, оператор, потому что я открыла вашу накладную, и рула сама Маки, накладной нет, пропущена позиция. Ааа. Ой, это кошмар. И билета еще не положили, потому что его не было, Ну, это вы мне об этом и сказали по телефону, я с этим смирился, да. А какой Спайс вы доказывали? А вот Спайси, давайте, раз у вас накладная перед глазами, я Спайси... перед глазами. Спайс суши с игром одна порция, Спайс суши с гребешком одна порция. А, у вас вы накладной по одной, да? Да, я открыла заказ, который вы отправили в электронной площади, там тоже забита одна порция только. А, странно, у меня просто скриншот заказа с сайта, именно, я его сделал, там, по две позиции, но окей, значит, что-то, видимо, как-то ушло. Я вам даже скриншот могу отправить на вашу электронную площадь. Не, 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 я, слушайте, я абсолютно без вопросов, в общем, с этим мы разобрались, то есть, судя по всему, с меня денег не взяли за него хотя бы, да? Самый мак, его накладной не забиток. Вы знаете, Дмитрий, оператор к вам долго не мог тоже позвонить, потому что у нас с утра был, ну, проще говоря, компьютер поломался. Поломался компьютер? Да, телефон, смогли принять ваш заказ, но еще печаталось с другого устройства, с телефона, мы набираем, ну, все эти, наверное, пропустили эту позицию, но за эту позицию у вас нет накладной, это точно. Ладно, а скажите, а можно немножко, я в шутливой форме у вас спрошу, у вас повара тоже поломались, что ли, сегодня, нет? Что случилось? Ну, вот, у меня, например, вопрос, знаете, какой, так, я прошу прощения, вторая линия, все, я с вами продолжаю разговор, например, если, если у вас какая-то позиция называется скрабом, она, почему скрабовыми палочками, вот, например? У нас идет скрабовые палочки, имитация краба, да. Ну, так у вас называется блюдо, там, что-то скрабом, и в описании нигде нет информации о том, что это крабовые палочки, как с этим быть? это не крабовые палочки, а крабовое мясо, имитация, но, к сожалению, так у нас, живых крабу мы не ложим, это точно, поворачок ни при чем. живых-то понятно, что вы не кладете, было бы странно. мы вам передали дисконтную карту, объясните, скажите, пожалуйста. Передали дисконтную карту, да. Угу. А с учетом дисконтной карты, у вас, например, острый золот краб, он будет стоить 200 рублей, и вы же понимаете, что вот за 30 рублей вот любой краб не ложится. Ну, остальные морские продукты, все, все натуральные. Я же с вами сейчас говорю не с позиции владельца карты, которая у вас будет делать второй заказ, что вряд ли, а как человек, который заказал первый раз. Окей, тогда еще вопрос такой, если у вас в описании написан салат ромен или салат айсберг к цезарю, а в цезаре лежит пекинская капуста, это тоже нормально? Пекинская капуста, это так, должно быть айсберг, да? Да, у вас в описании написан айсберг, а там пекинская капуста. А это я не знаю, правда. Точно, это тоже столица, которую нужно спросить и повара. Хорошо, ладно. Ладно, мы разобрались, в общем, с недостающими роллами, тогда остальное все пусть на совести поваров остается. Благодарю вас за диалог. У меня вопросов больше нет. Если бы вы в следующий раз заказали по дисконтной карте, мы вам переделали бы салат с курицей, а ролл самый маленький мы вам бы привезли бесплатно. Я понял, Знаете, мы не бесовезная компания, которая прям бесовезно относится к клиентам, очень ценим. И, естественно, мы ценим за то, что вы к нам на двери как бы обратились, и поэтому все свои минусы, конечно же, готовы. Справь, простите, пожалуйста. Да, да, Конечно же, готовы исправить, извините. Если бы закажетесь, в следующий раз, я вам напишу ваше заказы, чтобы посередили салат и положили ролл в самом маке. Может быть, вы захотите сделать уже дисконтные карты. Сумма заказа, ой, роллы у вас будут уже в среднем 200 рублей стоять. А слушайте, а у вас, ну, вы позиционируете себя как дисконт-доставка, я правильно понимаю? Ну... у нас купоны продаются, кстати. На сайте купи купон, продается купон, покупаете купон 50%, а впоследствии мы передаем дисконтную карту. Все понятно. У вас не было никакой скидки, я вам предоставила 10% скидка лояльности, ну, на благодарность, ну, вот соответственно. Не, я понял, у меня нет претензий на этот счет, у меня претензий нет, я понял схему, как вы работаете, то есть, в этом не вопрос. Все бы это еще подтверждалось, как бы вкусной едой хорошей, то тогда было бы здорово. У вас, к сожалению, не очень. Ну, ладно, я вас не буду расстраивать, это, в конце концов, не ваша проблема, проблема поваров ваших и менеджмента, вот. Но вы, как оператор, должны это выслушать были от меня. в следующий раз, делаете доказательные есть у вас дисконтная карта? Закажите минимальную сумму за карту, 150 рублей, а мы вам переделаем в палат, и все, что он самому матч. Хорошо, если я когда-то решусь... Вы прекрасны, на самом деле, вы молодец. Я вам шанс точно не дам, но вы молодец. Вот, ладно, спасибо. не грустно, но если что, не тебе думай, конечно, спасибо вам огромное. Да, вам спасибо. Добрые тоже. Очень приятного. До свидания. Продолжение следует...